...принятие в конституционных рамах самоуправления Косово. Слишком много уступок сделано радикалом. Документ имеет целый ряд существенных недостатков, на что российская сторона неоднократно обращала внимание. В нем прежде всего отсутствует ссылка на неукоснительное соблюдение резолюции 1944 Совета Безопасности ООН, включая в своеваловающий принцип уважения суверенитета и территориальной целостности и госславии. Сохранены те положения, против которых справедливо выступает Белград. И вчера, сегодня с президентом Кашунице мы об этом достаточно подробно говорили. В частности, вводятся посты президента и председателя правительства края. Создается собственная судебная система. Правовые рамки будущего самоуправления края возводятся почти до уровня Конституции. Документ принят в обход с Родили Запасности ООН. И, вопреки нашим настойчивым рекомендациям, рассмотреть его в Совете Безопасности. И одобрить соответствующими решениями. Мы неоднократно избагали свое отрицательное отношение и проведение общекраевых выборов в Косово, намеченных на 17 ноября всего года. Их итоги выходят, когда из края изгнаны более 300 тысяч неалбанских жителей. 300 тысяч могут привести к практической нейтрализации результата. А на практике приведут и к легализации единических чисток. Придо хочу подчеркнуть, что Россия не выступает против выборов вообще. Мы за выборы. Но за выборы справедливые, которые обеспечили бы участие всех групп населения, которые проживают в этом районе. Последние месяцы мы стали свидетелями фактически перелива эстернизма из Косово на южь Сербии и в Македонию. То есть последовательно предпринимаются попытки реализации идеи создания Великой Албании. Государство, которое включало бы все территории населенной албанцы. Дошло даже до угроз в адрес Греции, члена ЕС и НАТО. Северо-западной части, которая также проживает в Великой Албании. На самом деле, хочу обратить на это ваше внимание. На наш взгляд и наш опыт на Северном Карпасе подсказывает, что люди, которые выступают с идеями подобного рода, меньше всего заинтересованы в создании прочной государственности, какой бы то ни был, албанской, сербской, любой другой. Потому что это, без всяких сомнений, ставит их под контроль международного сообщества. И будет мешать проводить преступную деятельность, связанную с наркотиками, с распространением оружия, проституцией и так далее. Люди, которые вынашивают и открыто говорят об этих идеях, прежде всего заинтересованы в создании мутной ситуации, мутной воды, в которой можно вылаживать преступные доходы. Международному сообществу необходимо предпринять меры для изоляции вооруженных экстремистов и террористов. На юге Сербии это пока сделать удается. Но мер и там достаточно крупные. С учетом того, что с этим районом ограничат зону ответственности подразделение 13 тактической группы российского войска контингента, от вас во многом зависит и процесс стабилизации на юге Сербии. В Македонии события развиваются по крайне тревожному сценарию. Причем еще раз хочу вспомнить, что мы предупреждали об этом несколько месяцев назад. Сбываются, к сожалению, наши самые плохие прогнозы. На вопрос своей страны оказывается сильнейшее давление с целью максимального удовлетворения требований экстремистов. Повторяется фактически хоссовский вариант. А к чему это приводит, мы очень хорошо знаем. Да, если проблемы есть, межрелигиозные проблемы, межрелигиозные, их нужно решать. Но это требует такта, терпения. И ни в коем случае недопустимо применение оружия. Сажая этот пол перегородок экстремистов, мы их легализуем. Абсолютно недопустимо. Нужны меры по изоляции вооруженных экстремистов и террористов. Нужно надежно пресечь подпитку боевиков оружием и новыми рекрутами, для чего должна быть плотно перекрыта граница в Македонии с Югославией на Косовском участке. А также в Македонской арбанской границе. Следует предпринять неотложные действия по ликвидации каналов финансирования боевиков. Наконец, в политическом плане. Крайне важно, чтобы никто в регионе не питал иллюзий относительно того, что международное сообщество смирится когда-то с перекрытой международной признанной границы и с попытками решать политические проблемы силы. Обеспечение мира стабильности в Косово и в Боснии и Герцеговине это важнейшая тракторсовка для продвижения медного процесса в районе в целом. На его основе, как я уже отметил, являются резонисты Совета безопасности ООН-1244 и деятельности договоренностей, которые стали результатом непростых компромиссов. Это ведь тоже было достигнуто в ходе тяжелой работы. Только полное и неизбирательное выполнение положения этих документов в соответствии с их буквы и духом способно создать условия для меры стабильности в регионе. Содействовать превращению балкан из парковой бочки Европы в зону меры стабильности и взаимовыгодного сотрудничества. Высокопрофессиональные и эффективные действия российских военных в сложных условиях межрелигиозных конфликтов. Продемонстрировали, что Россия является государством, без которого невозможно обеспечить меры стабильности в этом взрывоопасном регионе мира. Без всякого преувеличения могу сказать, что вся страна внимательно следит за вашей деятельностью и высоко оценивает то, как вы выполняете стоящие перед нами задачи. Мы решительно отвергаем имевшие место попытки запереднять наших миротворцев. Представить их в глазах мировой общественности антиалбаски и антимусульманские настроения. Наши контингенты действуют здесь в строгом соответствии с принятыми международными населениями обязательствами и в тесном взаимодействии с коллегами из других стран. Но мы уверены, что наши миротворчатые контингенты, действуя в крайне сложной обстановке, как я уже сказал, и с этой понятной трудности, связанной с объективной необходимостью оптимизации нашего военного присутствия в этом регионе, будут и впредь достойно выполнять поставленные задачи, что будет способствовать укреплению авторитета России здесь, на Балканах, и на международном рене в целом. Что касается тех вопросов, которые были здесь поставлены только что командирами, то в оперативном режиме мы постараемся решить. Я имею в виду, что связаны с снабжением и с обеспечением нормального по поводу частей, конечно. Спасибо.